Совместная работа белорусской и польской молодежи по благоустройству воинских и гражданских захоронений ведется активно. Сегодня в Брест прибыло порядка 40 волонтеров из Польши. Трудовая акция по наведению порядка состоялась на католическом кладбище. Это место еще называют музеем под открытым небом. И хотя официальное название кладбища католическое, в Бресте его часто называют польским. Значительная часть захоронений, могилы склепов, принадлежит полякам. Перед Днем всех святых мы приехали в Брест, чтобы навести порядок на кладбище. Здесь 36 человек. Это молодежь из двух терраспольских школ. Мы хотим зажечь лампаты. Эта акция проходила много лет, но в какой-то момент она приостановилась. Мы хотим, чтобы проект вновь возродился. Поддержал инициативу о возрождении акции Брестский горосполком совместно с Генеральным консульством Польши в Бресте. Молодежь нашего города активно общается со своими сверстниками из города Террасполь. Я надеюсь, что такие встречи, такие мероприятия, они дают новый импульс, новый толчок развития наших отношений с друзьями из Республики Польша. Брестская молодежь к судьбе всех мемориалов, установленных в память воевавших поляков, русских, украинцев или белорусов, генералов или рядовых солдат, относится с трепетом и уважением. Ведь памятники – это неотъемлемая часть нашей истории, нашей общей истории. Мы не для галочки сюда приходим. Университет регулярно, так скажем, поддерживает всеразличного рода чистоту, всеразличных областей. При этом мы посещаем не только, как сегодня, Брестское кладбище. Мне кажется, что это больше сплочает, поскольку, к примеру, Польша и Беларусь – это всегда очень близкие государства, народ дружный, скажем так. И такие ситуации, как, допустим, брать данное кладбище, это показывает, скажем так, наше хорошее отношение. Сплоченность. Сплоченность, да. Поддерживаем международное сотрудничество. И, допустим, сегодня у нас есть ребята из другой страны, из Польши, которые приехали сегодня, будут также, условно, включены в эту экологическую акцию. Также наши ребята с университета Пушкина, с одной из школ города Бреста, они также подключились к этой акции и наводят там порядок. После чего для иностранных граждан, для иностранной молодежи будет проведена экскурсия по Брестской крепости. Молодежь двух государств трудилась бок о бок. Они убирали скопившийся мусор, сломанные ветки, опавшие листья, чтобы кладбище приобрело подобающий вид. Помогали в наведении порядка и сотрудники спецпредприятия. Мусор оперативно грузили в машины и вывозили к месту утилизации.